Участковые и жители всегда находятся по одну сторону баррикад. И те, и другие заинтересованы в том, чтобы на их участке или во дворе было спокойно. Именно поэтому живое общение полицейских с жителями дает хорошие результаты. На этот раз сотрудники 2-го городского отдела отчитывались по итогам первого полугодия. Нагрузка на участковых в городе Одинцово велика. Работать приходится в прямом смысле слова круглосуточно. При этом претензии от населения, хотя их не так и много, избежать не удается. Данную критику мы принимаем к сведению. Нацеливаем сотрудников обратить внимание на ту или иную проблему. Проблем действительно много. Но, скажем так, не всегда проблемы населения относятся к нашей компетенции. Тоже пытаемся вникать в эти ситуации и помогать гражданам в решении данных вопросов. Людей на территории 2-го городского отдела полиции беспокоят сдаваемые в наем квартиры, в которых в большом количестве селятся непонятные подозрительные граждане. На втором месте – случай нарушения общественного порядка. На третьем – взаимоотношения с управляющими компаниями и порча общедомового имущества. В нашем доме очень многие сдают квартиры. Но я не требую от них, и совет наш не требует от них, есть ли у них договор найма или нет договор найма. Но есть те квартиры, где сдают и нарушают порядок. Восемь лет мучились мы, просто мучились с квартирой 21. Каждый раз мне жалуются, что квартира над этой квартирой, что под ним. Вот под этой квартирой здесь присутствует собственник. И я уже обратилась к участковому, посоветовала, напишите и запросите, есть ли у них договор найма. Работа современного участкового сильно отличается от той, которую вел на экране их эталонный киноколлега Анискин. Люди стали не слишком доверчивы и неохотно идут на контакт. Попасть в нужную квартиру, получить необходимую информацию становится все сложнее. Тем ценнее для сотрудников полиции такие встречи. Ведь приходят на них самые неравнодушные местные жители. Основное население, которое на отчете присутствует, это пожилые люди. Не всегда могут позвонить, сориентироваться в правильной ситуации. А здесь, когда уже непосредственно общаются со мной, с моим заместителем по охране общественного порядка, предоставляют нам данную информацию. Хорошие подспорья. Так что мероприятие очень полезное, всегда проходит плодотворно. По итогам встречи руководством 2-го городского отдела полиции были приняты решения, которые помогут в третьем квартале лучше организовать работу участковых уполномоченных. Петр Горохов, телекомпания Одинцова.